Как часто вы жалуетесь на свои неудачи, мелкие бытовые неурядицы на работе или дома? Эта история заставит вас по-другому посмотреть на себя, понять, что ваши проблемы – это действительно ничто по сравнению с тем, что может переживать человек. Рой Ли Деннис родился в Калифорнии в 1961 году в обычной американской семье. Но сам мальчик оказался очень необычным ребенком. В самом начале своей жизни он ничем не отличался от других детей, но в возрасте четырех лет Рою был поставлен неутешительный диагноз. У мальчика была выявлена очень редкая болезнь, которая изуродовала его лицо. Нарушения в черепе привели к тому, что лицо Роя стало больше обычного почти вдвое. Мальчик выглядел очень странно, его лицо начало походить на камень, отчего ребенку дали прозвище Рокки, от английского слова «рок» – «скала». Врачи сообщили матери, что ее сын не доживет и до семи лет, однако их прогнозы не осуществились. Необычная внешность не заставила мальчика озлобиться, он старался сохранять бодрый настрой, наслаждаться каждым днем своей жизни. Однако странное лицо отталкивало окружающих. Но только до того момента, как они начинали общаться с парнем, Рой был милым, обаятельным, смешливым, что располагало к нему людей. Хотя дети очень жестокие, особенно по отношению к тем, кто чем-то от них отличается. Поэтому некоторые сверстники открыто издевались над странным мальчиком, который просто не понимал, чем заслужил такое отношение. Никто из нас не выбирает свою внешность. Как можно осуждать кого-то за нее? Несмотря на нападки некоторых одноклассников и проблемы со здоровьем, мальчик смог добиться определенных успехов. Слух и зрение Рокки постоянно ухудшались, его голова становилась все больше и больше, но это не мешало ему стараться жить обычной жизнью. Рой ходил в школу, занимался повседневными делами, подрабатывал присмотром за детьми. Мать Рокки старалась передать ему мысль, что тот может делать все то же, чем занимаются обычные парни. А еще Рой очень много читал, даже несмотря на то, что его зрение постоянно ухудшалось. Учительница Рокки Барбара Сильва даже хотела сказать своему ученику, чтобы тот снял маску для Хэллоуина, когда впервые увидела его. Она не сразу поняла, что это и есть лицо мальчика. При этом Барбара вспоминала, что у Рокки было прекрасное чувство юмора. Он мог посмеяться не только над другими, но и над собой. А еще он был отличным учеником, который по окончанию школы получил звание почетного студента. Рокки старался жить обычной жизнью, но болезнь было не обмануть. Врачи предполагали, что их пациент умрет до 7 лет, однако Рокки прожил намного дольше. Парень скончался в 17 лет. При этом случай Рой или Денниса – один из немногих, когда человек с таким диагнозом прожил так много. Всего на момент смерти Рокки в 1978 году было зарегистрировано 10 случаев недуга. При этом все остальные заболевшие умерли, так и не дожив до 6 лет. Мать Рокки говорила, что ее сын очень изменился за несколько дней до смерти. Он начал жалеть себя, что было очень странным поведением для всегда спокойного и позитивно настроенного парня. За пару дней до смерти Рокки извинился перед мамой, что был таким сложным ребенком. В день смерти Рой с мамой ужинал в ресторане, после этого пошел спать, но так и не проснулся. Тело парня было передано в Центр генетических исследований. Мать Рокки хотела, чтобы ее сын получил тот же опыт, что и другие дети. Она понимала, что сын вряд ли проживет долгую жизнь, но она стремилась, чтобы отмеренное ее рою время не было потрачено впустую. На жалость к себе, депрессию, уныние. Жизнь Рокки не была простой, но она может стать отличным вдохновляющим примером для тех, кто постоянно жалуется на свои проблемы, боится жить по-настоящему. Возможно, мы бы так и не узнали об истории этого добродушного и целеустремленного парня, но в 1978 году Рой познакомился с Анной Хэмилтон Феллон, которая работала в генетическом отделении больницы. Она просто подсела к нему и сказала, «Спорим, тебе есть что рассказать». Рой, улыбнувшись, поднял глаза и сказал, «Думаю, что да». Феллон больше не видела Рокки после их короткой встречи, но она хотела знать о нем все. Она провела исследование, поговорила с людьми, которые его знали, а позже поговорила с его матерью Расти. Результатом ее работы стал сценарий к фильму «Маска» 1985 года. Именно история Рой или Денниса легла в основу фильма. Мать Рокки сыграла Шер, а самого парня Эрик Штольц. Картина выиграла награду за лучшую женскую роль на Каннском фестивале, а также взяла Оскар за лучший грим. Шер настолько прониклась историей Рокки, что всю оставшуюся жизнь старалась помогать людям с черепно-лицевыми дефектами. Она даже стала почетным президентом фонда, занимающегося помощью тем, кто страдает от такого рода дисплазии. И это участие не прошло даром для людей, страдающих такой же болезнью, как Рокки. Так, в 1994 году в интервью журналу Парейдшир сказала «Знаете, если бы Рокки Деннис был жив сегодня, возможно, врачи смогли бы ему помочь». Рокки не перестает вдохновлять даже после своей смерти. Жизнь этого парня – это пример мужества, оптимизма, стойкости духа, которые и делают нас настоящими людьми, поднимающимися над своими проблемами и болью. У меня всё. Поделитесь этой пусть и грустной, но вдохновляющей историей с друзьями и близкими. До скорого!